Констант — это правозащитная организация из Беларуси, но уже не организация в юридическом смысле. Тем не менее, мы правозащитная команда из Беларуси и занимаемся темой миграции и темой языка вражды, использованием его экстремизма и много других. И сегодняшняя наша встреча, собственно, посвящена теме языка вражды, которая, к сожалению, в последнее время часто встречается в белорусских СМИ в связи с проблемами на границе, с большим количеством людей, которые пытаются ее сейчас пересечь. И разные СМИ, белорусские, не только, конечно же, об этом пишут. И то, как они пишут, не всегда является хорошим примером. И иногда действительно очень больно читать статьи и те определения, которые используют журналисты для описания ситуации. Мы решили собрать эту встречу. Мы вместе с журналистами за толерантность решили собрать эту встречу, чтобы немножко поговорить про стандарты, про международные стандарты, про то, как пишут наши СМИ, пишут международные СМИ. И, возможно, может быть, прийти к какому-то мнению или, в принципе, обсудить, что и как используется разными журналистами. Сегодня с нами много журналистов из разных хороших изданий. Я буду всех потихонечку представлять и давать слово. Сегодня с нами Наста Лойка, моя коллежанка из Human Constance, которая тоже в конце представит наши правозащитные рекомендации на эту тему. Также хочу сказать, что встреча будет записываться. Если вдруг кому-то это не подходит, вы можете выключить камеру, отключить все с Минитима, либо что-то еще сделать. Потом запись будет, мы выложим на нашу страницу, чтобы, соответственно, больше людей узнали и посмотрели. Всем будет даваться слово по несколько минут. Я постараюсь там как-то модерировать. И да, давайте с этого и начнем. Вопросы у меня на самом деле простые. Какая политика в вашей редакции, в редакции вашего СМИ, кого я буду представлять по тому, что писать про мигрантов, как писать про мигрантов, как вы лично пишете, да, ну, возможно, почему, что вы об этом думаете. В общем, пару слов, 5-7 минут на эту тему. Давайте начнем тогда со списка, который у меня есть. Давайте начнем с Алексея Знаткевича, журналист «Радио Свобода». Вам большое спасибо за, в принципе, принципиальную позицию по слову «нелегальные», и что вы давали слово людям на границе. Это как бы очень важно, по нашему мнению. Алексей, прошу вас. Дякую великую за запрошение. Как раз вот это слово, то, что я не использовалася, это одна з моих коллег. Яна выучала таки допоможник для журналистов, как писать про мигрантов. Ян был опубликованный австрийским международным центром, який занимается пытанием мигрантов. И вот яна отсочвала, как бы, райлась и рекомендовала нашим журналистам, как это осветлять, что чего варто уникать. Ну, агульный принцип, не только, про белорусского эмигранта, який там избегает режима Лукашенко и худости за мяжу. То же самое, что ты пишешь про эмигранта из иншей краины. Важная речь, которую мы спребывали давать, это контекст, чтобы разобраться не только в том, что делать белорусские улады, и почему они организуют в эту эмиграционную плыню. Это одна из самых важных педагогических темов была. И было видно, что эта хваля поднялась после заявок Лукашенко, после санкций, и были особные темы, как этих людей захвачивали приезжать в Беларусь, и как их захвачивали переходить в Мяжу. Але особной темой было, почему они идут на это, и какая ситуация в их краинах, агуль они походят. Вот значная частка людей походила с того же Радского Курдистана. У нас была первая тема, что есть коллеги из других службов, и были люди, которые ведут курдскую мову, их мало, але курдскую и арабскую, и тому мы имели махчымасть размовляться с людьми, які знаходятся на Мяжу. Яны, покольки цепер, не только в Беларуси, шматцам организации ведется про социальные сетки, то мы могли так само отсочивать, что отбывается в этой ситуации с мигрантами, бо у них были свои каналы, свои суполки у социальных сетках, и наши журналисты коммуниковали с людьми, які знаходятся на Мяжу, а так само, например, я разговаривал с человеком, який живе в Радском Курдистане, журналистом, який шмат писал про ситуацию на Мяжу, бо у него были свои контакты, али он так само нам рассказывал, что цепер отбывается в Радском Курдистане, бо у него так само, як люди па замежами в Беларуси, кроме, может быть, самых близких суседзев, и то, и не за все, дымяно сабе уявляют, что отбывается в Беларуси, и мы не вельми сабе уявляем, что отбывается в этих краинах, откуда ходят мигранты, и это причина многих непразумений. И в этом сэнсе, так само, мне здаяце, важным были материалы не только с самими мигрантами, али был у нас, например, довольно популярный материал с человеком, який працаваў у лагера мигрантов, и який змянил, в принципе, свое ставлення за гэты час до того, что отбывается, бо он казал, что на пачатку больше ворожай, без паразумения ставился до гэтых людзей, а с цягом часу он зразумеў, накольки их ситуация ближайшая до беларускай, и накольки яны сами, ближайшая до беларусов, что шмат непразуменийў, и шмат неких взаэмных подозрэняў, яны именавито за недохуку неких ведаў. Ну, на паунувазе это основно. Скажите, Алексей, вот я правильно понимаю, что, в принципе, вот эта ваша цель, да, дать больше контекста, она нужна для того, чтобы, ну, те, кто не в курсе, как-то смогли приблизиться к этим людям, больше их понять и больше войти в их ситуацию. И видели ли вы, чувствовали ли вы, получали ли вы какой-то фидбэк от ваших читателей на эту тему, там, что, ну, вот, раньше я думал так, а теперь там, спасибо вам за материал, я там, что-то узнала. То есть, чувствуете ли вы какую-то обратную связь в связи вот с этими материалами контекстными? Широка жучу, вот я не малу сказать, что, что были некие вот таке минавито дописы. Вот я там ранее чогось не разумела, а теперь я разумею, вот минавито такого не. Але я вот згаты материалы пра людзей, по-перше, які говорили от першой особы и виды, людзей, які знаходацца на мяжи, яны набирали шмат прагляда у людзей, и людзей коментавалі, и коментавалі давалю прихильно, и ось вертаючася до того материалу, и он так сама был прихильно спринятый. И минавито таму махчыма, што гэта было рассказана история не праз... Нам заседать цяжей, разумеець, як бы іншого, чужого человека, а ось тут была история, особистая история свайго чалавека, свайой культуры, я киевець рассказывал, як він змінил своє меркавання, і на гэту історю добра реагавальна. Спасибо. Спасибо, Алексей, за рассказ. Тогда хочу сейчас обратиться к Насте, к Анастасії Бойко из медиазоны Беларусь. Собственно, у вас был классный материал про Курдистан, вообще, почему люди оттуда бегут, что там сейчас происходит. Это тоже, наверное, такой хороший пример контекстного материала, потому что, ну, наверное, в Беларуси такое представление, а что там вообще происходит, кто такой Курдистан, люди вообще едут просто за хорошей жизнью, а там, скорее всего, все прекрасно. То есть мало, скорее всего, кто понимает, что на самом деле происходит в Ираке и при чем здесь вообще Курды. Расскажи, что происходит в вашей редакции, какая у вас политика по поводу вот этого выражения нелегальные иммигранты и вообще про описание людей, находящихся в движении, беженцев и так далее. Да, на самом деле, Алексей тут так много сказал, и я практически совсем была согласна, что даже, ну, на самом деле, можно согласиться, просто больше ничего не добавлять. Ну да, вот скажу про этот наш текст. Из-за того, что у нас довольно маленькая редакция, мы не могли позволить себе охватить все темы, связанные с этой большой темой, да, и не могли, скажем так, даже кто-то там из нас не мог себе позволить написать такой большой текст, поэтому мы нашли журналиста, который специализируется конкретно на изучении того региона и попросили его написать такой текст. Плюс вот мы связались с, в этом, да, для этого текста мы связались с ученым, скажем так, который вот, специалистом по изучению вот, миграции курдов, который нам как бы рассказал, да, то есть мы сделали акцент не на том, что вот мы как бы сами там что-то где-то прочитаем, а мы возьмем людей, которые в этом разбираются, и они нам сами об этом расскажут, да, вот, то есть чтобы не было такого, что мы сами делаем какие-то выводы, вот, ну, в принципе, мы стараемся на медиазоне так делать всегда, вот, ну, наш текст вышел, наверное, позже, чем такие тексты выходили у коллег, но мы понимали, что контекст дать очень важный в этой ситуации, да, потому что я сама видела, что люди не совсем понимают, как бы, что происходит в том регионе, вот, и про, ну, скажем так, вот, про экономическую миграцию, наверное, ну, не многие задумывались, как мне показалось, по крайней мере, вот, что вообще касается, вот, начало вот этого вот конфликта, скажем так, на границе вот в ноябре, я помню хорошо момент, когда мы увидели фотографии в телеграм-каналах, как вот какая-то группа людей, да, идет у границы, мы не понимали, что это такое, вот, и для нас было важно как бы не, ну, найти источники не там, не в телеграм-каналах, которые ведут люди, да, уехавшие, да, и оттуда брать фотографии, а найти вот именно какие-то региональные СМИ, которые постят эти фото, ну, понимать, что это реально сейчас вот там происходит, вот, и кажется, мы какой-то вот гродинский сайт нашли, который постил свои фотографии, то есть от очевидцев, вот, ну, сначала, как бы, ну, мы не то, чтобы не поверили, но, в общем, скептически отнеслись к этому, и это один такой из принципов медиазоны, что мы, ну, ищем, пытаемся, в общем, найти прям, ну, супер достоверные источники, ну, хотя это, в принципе, для всех журналистов, главная цель, вот, что касается в целом освещения нами этой темы, нам было достаточно сложно проверять информацию, и я думаю, что для всех журналистов это актуально, потому что мы не могли туда попасть с польской стороны, там, буквально в конце, да, власти разрешили журналистам некоторым, с белорусской стороны понятно, что шансов не было, и из этого нужно было относиться к любым фактам оттуда с огромной долей скепсиса, например, к сообщениям о смерти на границе, да, и мы достаточно много сообщений обошли стороной, потому что, ну, мы просто не понимали, да, там появилось тысяча каких-то чатов, каналов, где там кто-то пишет, вот, там у меня на границе умер брат, потом какие-то фотки скидывает, потом оказывается, что это вообще фотки не оттуда, и в связи с этим мы очень много всего написали из того, что, ну, некоторые коллеги все-таки постили, потому что, ну, эту информацию было проверить очень тяжело, вот, если это было из официальных источников, польских властей или белорусских, то мы в каких-то случаях все-таки писали, да, вот, если это была информация из чатов, то нет, я помню несколько случаев, когда информация оказывалась фейковой, вот, плюс, я думаю, что все помнят ситуацию с видео с выстрелами на границе, когда оказалось, что это тоже был какой-то то ли вброс, то ли что, ну, явно, да, вброс, вот, ну, мы решили, что мы просто подождем, и лучше мы, если это правда, то мы напишем последними, чем, как бы, сейчас дадим это и окажемся неправы, вот, ну, наверное, все, что я хотела сказать. Задам тебе тот же вопрос, что задавала Алексея, наверное, видите ли вы какой-то фидбэк, ну, вот, даже на ту же статью про Курдистан, про подробности, получали ли вы какие-то отзывы на нее, о том, что, ну, там, нам стало понятнее, что происходит с этими людьми, нам стало интереснее, то есть, видите ли вы какую-то обратную связь от читателей и большее понимание ситуации, контекста? Ну, нужно понимать, что медиазона довольно молодая, и пока что маленькое издание, поэтому мы, конечно, бы очень хотели получать какой-то фидбэк от аудитории, но пока что мы к этому стремимся, вот, но, по крайней мере, вот мои знакомые и знакомые журналисты, они писали, они писали, что, ну, правда, очень классно, круто, но вот конкретно от аудитории, ну, я просто, наверное, пока что мы еще не доросли до такого, вот, мы, правда, еще очень маленькие. Спасибо, Настя, ну, на самом деле, может быть, это неплохо, потому что я вспоминаю моменты, которые попадала я сама, когда заходила в комментарии к новостям в некоторых телеграм-каналах по поводу людей на границе, и там, конечно, были такие страшные вещи, что лучше вообще не получать никаких комментариев, чем получать такие комментарии. У нас комментарии в телеграме. Тоже вариант, тоже вариант. Хорошо, спасибо, спасибо, Настя, спасибо вашей редакции, да, за этот классный материал. Хочу перейти, наверное, сейчас пройдусь тогда по коллегам из Беларуси, прежде всего, и перейду к Евгении Долгой. Евгения пишет на разные острые социальные темы, как я понимаю, для издания Reformation, ну, возможно, еще для кого-то, я об этом не знаю, только для Reformation, и вы в том числе писали много, много статей на тему происходящего на границе по поводу людей, я видела, что вы там и в чатах разбирались, расскажи, пожалуйста, чуть подробнее, может быть, про это, ну, и тоже про политику Reformation в отношении словосочетания нелегальные иммигранты, да, почему вы пишете так, что вы по этому поводу думаете? Всем привет, как меня слышно? Нормально? Нет? Мы одними из первыми вообще выпустили материал расследования про то, как иммигранты попадают вообще в Беларусь и прочее. И как получилось, это было начало июля, когда уже достаточно была такая, не то что острая, уже набирала обороты ситуация, мне написал на главред Федор Павлюченко и сказала, слушай, тут в одном чате один иракет, который давно живет в Беларуси, пишет, предупреждает людей, что через Беларусь лучше не ехать, что это, скорее всего, какая-то заманула, условно говоря. И так получилось, что целый месяц, вот в буквальном смысле слова, восемь часов в день мы общались с людьми. Во-первых, мы обнаружили то, что с 2015 года тема миграции настолько острая получается в этих регионах, и где-то, если появляется какой-то канал, это на самом деле очень-очень быстро, я не знаю, распространяется со скоростью света. И нам, для нас, было важно узнать, во-первых, почему люди едут, во-вторых, как они коммуницируют между собой, потому что, когда была такая большая волна информации про то, что людей там, чуть ли там, за ручку Санта Муцериев не переводит через границу и Лукашенко вместе с ним. И нам было важно понимать все вот эти вот механизмы. И мы обнаружили огромное просто количество групп в Фейсбуке, связанных с миграцией, где люди делились разными каналами, своим каким-то, не знаю, опытом. И самое интересное то, что мы даже нашли группу, которая в 2017 году была создана, где рассуждали, по-моему, даже иракские курды, да, они обсуждали между собой, почему нельзя ехать через Беларусь. Вот. И для нас это было так странно, то, что вот, в 2017 году они это обсуждают, и сейчас такое происходит. И нам было важно пройти вот этот вот путь вместе с людьми, которые на нескольком старте были готовы ехать в Беларусь. Мы с ними познакомились, мы узнали их цели, почему им важно уехать, понимают ли они, куда они едут, как это происходит. Они нам очень помогали с турфирмами. Это так. Всего мы пообщались, мы где-то с 20 человеками, но плотный контакт у нас до сих пор с тремя, потому они все сейчас в лагерях, кто в Литве, а кто в Польше. Вот. И нам очень было важно вот глубинно понять философию мигрантов, глубинно понять проблемы, от которых они бегут, и понять, вот, как это все организовывать. Потому что, ну, одно дело, например, лично меня очень бесило, когда появлялась информация, например, там, подходят журналисты в лагере в Побраде, и через вот эту вот решетку, через забор с микрофоном спрашивают людей, чего вы там бежите, что это такое. Мне кажется, что в такой ситуации человек, находящийся в лагере, может наговорить что угодно, ну, лишь бы его не депортировали обратно. Мне кажется, это даже какие-то не очень равные условия. Я, конечно, понимаю, что, ну, в любом случае нужно брать комментарии и узнавать как-то этих людей. Но меня вот это вот бесило даже больше картинка вот этого, ну, как-то так вот, ну, как будто как скот какой-то в этом заборе, в заборе загнали людей, им даже не дают нормальная, никакая не пресс-конференция, ничего. вот просто это через заборы и все микрофоны, это выглядело ужасно. Вот, поэтому мы вот прошли весь путь, вот этот вот месяц, мы просто вот с людьми с ними общались, мы даже общались до того, что мы спрашивали, вы знаете, вот как добраться до границы там и прочее. и у меня был такой герой Али, мы с ним сейчас так плотно держим контакт, тут у него уже собеседование одно было в лагере Компреде, вот, и он такой говорит, слушай, у вас тут стоят остановки, и я не понимаю, на каком автобусе я могу доехать до границы, ну, то есть это настолько другой мир, и нам так важно было показать, что, ну, это совершенно другое, это просто совершенно другое, и не надо это как бы, надо как бы поднимать больше вот эту вот тему, конечно, заинтересованности, что происходит в этих странах, потому что по итогу, как оказалось, это такой разрыв знаний, что вообще, вот. Что касается вот нелегальной эмиграции, всех вот этих терминов, я скажу честно, что у нас были грешки, в нашей редакции, но вообще мы это, конечно, плотно обсуждаем, и, конечно, политика нашего издания, в том числе, направлена в первую очередь на то, чтобы показывать людей, а не какой-то там расходный материал, не какое-то там, ну, такое, псенофобское какое-то такое отношение, нет, и мы стараемся использовать термин нерегулярная эмиграция, и вот в прошлый раз мы были с Настой на одних дебатах, я для себя такое вот, как сказать, сделала такую заметку про то, что не надо говорить про миграционный кризис, нужно, наверное, говорить про гуманитарный кризис, потому что, да, в первую очередь люди страдают, ну, и мы, как бы, в этом направлении очень-очень двигаемся, вот, как-то так. Ну, еще у нас был материал, еще до вот всей вот этой вот ситуации на границе, до 8 ноября, когда аэроскорды пошли на границу грузги, я заметила, ну, я постоянно мониторив все эти чаты, и как будто, как только новый какой-то появляется, сразу же я туда вступаю, мне вот эти информаторы, что-то, в том числе, какие-то ссылки на сайт, и я тогда заметила такую штуку, что все больше и больше людей пропадает на границе, и нам было важно показать, что тоже человеческий факт, что ничего нет нормального в том, что люди пропадают, их невозможно найти, и, ну, и как бы непонятно, что-то такое происходит, что даже некуда обратиться по поиску их, вот, и на самом деле мы очень гордимся этим материалом, потому что, мне кажется, это поднимает в том числе проблему, если с польской стороны есть добровольцы, которые ищут, то с белорусской стороны нет ни организации, никого, вот, поэтому у нас такой фокус больше, да, вот, как реально сказал первый спикер, показывать, в первую очередь, людей во всей это считается, вот, как-то так. Спасибо, Женя, действительно, действительно, это важная, важная часть, говорить прежде всего о людях, да, я, возможно, попрошу вас, если захотите, вы можете скинуть важные ваши материалы, которые вы считаете важными, да, к нам в чатик, мы потом все это опубликуем, ну, и те, кто сейчас с нами смогут их почитать, а потом выложим еще, смогут почитать все остальные. Хочу перейти, наверное, сейчас к нашим ближайшим коллегам, да, в Украину, поговорить с Натальей Вавилонской, которая работает журналисткой в портале «Заборона.Медиа». Я знаю, что в Украине, если в Беларуси, вот, беларусы толерантные, на самом деле, а украинцы, вот, здесь в Украине больше, мне кажется, об этом смелее говорят, да, и мне кажется, ситуация вот с таким хейтом по отношению к мигрантам, к людям, вообще в другим, да, может быть, намного острее стоит, да, я знаю, что ваше издание поднимает достаточно острые темы. В общем, расскажите, пожалуйста, как у вас в издании с этим работают, да, с чем вы сталкиваетесь, да, и какая у вас политика в отношении, как обращаться к людям, как говорить о них. Всем здравствуйте. Ну, я в Забароне стажировалась несколько месяцев, вот, я, как бы, за эти месяцы скорее все это узнала, как к этому относится, и сама, как раз-таки, написала текст, написала, просто, чтобы было более наглядно, вот. Какие основные принципы увидела в Забароне, это то, что, ну, конечно, не формируется, мигрантам и такими словами, как проблема и все такое, чтобы не разделять на каких-то мифических они и на мы, вот, и, ну, в принципе, главная цель Забароны это давать голос тем, кому не дают голос, и из-за этого, собственно, это главный принцип всей работы и касательно миграции тоже. Вот, я накидала, тут вы можете почитать просто какие заголовки у Забароны касательно темы миграции, и из-за этого, конечно, сразу складывается впечатление и понимание того, как освещается эта тема, и как ее подсвечивается, вот, и чаще всего, ну, как бы, редакция пытается находить какие-то углы обзора немножко иные, и вот, как раз таки, кстати, Евгения Долгая писала тоже для Забароны тексты, и у них про курсских ЛГБТ-персон, вот, и это тоже, как бы, то, что вышел такой текст, не очень, ну, как бы, показывает, что это за издание и как здесь говорится, какие есть, например, немецкие проблемы самых юных мигрантов, и мы, ну, точнее, Забарона подсветила и то, как дети там, и это не все тексты, это часто именно просто фотографии, чтобы просто наглядно было, потому что я знаю, что был, допустим, ну, такая странная ситуация, когда в одном медиа сфотографировали, выложили фотографию, где ребенок именно босой, вот, и возникли вопросы, что журналист неужели специально попросил снять обувь, чтобы показать больше, ну, больше трагичности придать случаю, что ли, вот, и ну, мы так не делаем, вот, хоть там выяснилось потом, что просто это действительно ребенок был. Я писала текст совместно с немецким журналистом, и мы больше показали со стороны на примере Германии, как Германия справилась с миграционной, ну, какая у нее, вот, миграционная ситуация, и как она с этим справлялась, и, конечно, мы подсвечивали, что будет, как Украина может отреагировать на происходящее событие, вот, и в плане формулировок уже, наверное, заметили коллеги, про то, что именно формулировка миграционный кризис не очень, наверное, корректная, и меня этому научил именно мой спикер из материала, правозащитник, и он, как бы, мне очень толково объяснил, почему корректнее гуманитарный кризис, и, ну, то есть, как раз-таки в общении с правозащитниками больше выясняется еще, как, наверное, стоит писать, и как не стоит писать на эту тему, вот, и с какими проблемами просто, ну, я лично столкнулась в процессе работы над этой темой, это было, ну, у нас была одна идея написать для написания материала, но, так как события развиваются очень быстро, и какие-то большие идеи могут просто улетать, просто из-за того, что, допустим, мы понимали, что мы не успеем получить ответ государства и, ну, именно Украины, от Украины, вот, и поэтому, как бы, это просто пошло в мусорку, вот, потом, да, вначале не было доступа к участникам событий, и потом не было, и из Украины сложно, раздобыть как-то доступ, вот, потом, конечно, достоверная информация, потому что, вот, как уже замечали, тоже про количество смертей, ты не знаешь, на чём точно, ну, чему доверять, потому что тут не то, что, как бы, три источника информации найти, которые скажут тебе, вот, точную цифру, а везде она разная, вот, вот, поэтому это было сложно, вот, ну, и просто в отношения, наверное, в Украине действительно можно писать про такие темы, про которые, там, сложно представить, можно написать ещё где-то, например, в Беларуси, вот, но при этом некоторые спикеры всё равно, ну, то есть, комментаторы, есть стигматизация этой темы с их стороны, и тогда всё-таки сложно как-то это показывать корректно, потому что у тебя комментатор и так стигматизирует, вот, ну, получается, как-то так, наверное, это всё, что я хотела сказать. Да, спасибо, про позицию правозащитников мы ещё поговорим чуть позже, в самом конце нас она нам расскажет подробнее, я надеюсь, это будет полезно тем, кто потом будет смотреть. Следующие наши спикеры, это уже спикеры вне, вне нашей, в нашего региона, да, и вообще, что я вижу, на что я обращала внимание, в зарубежных встаниях, в крупных CNN, Аль-Джазира уже есть эти политики по написанию, как писать про мигрантов, как писать про беженцев, да, и многие крупные медиа отказываются от понятия нелегальные мигранты, вообще нелегальные, есть такая позиция, опять же, как бы нет нелегальных людей, это очень здорово, и я, наверное, сейчас дам слово прежде всего, Люции Чирке, корреспондентки швейцарского телевидения Swiss Public Broadcaster, может быть, Люция сможет рассказать, какая политика в их издании связанная с мигрантами, как они об этом пишут, как относятся, возможно, люди, ваши читатели, слушатели к этим людям, да, учитывая, что, допустим, в Беларуси очень агрессивное такое отношение, да, и агрессивное отношение, когда ты говоришь, это не нелегальные мигранты, это люди, прежде всего, что происходит, возможно, что вести вы, какой фидбэк? Да, во-первых, спасибо вам большое, да, за приглашение, просто, чтобы будет понятно для всех, именно СРФ, это будто бы как BBC, просто швейцарской версии, значит, очень маленький такое, имеет такой вот супербольшой аудитории, и наша аудитория находится в Швейцарии, значит, это, конечно, немножко по-другому, чем если бы наш аудиторий был бы в Беларуси, я нахожусь именно сейчас, обычно в Москве, значит, я корреспондент для, ну, бывшая ФССР, значит, я территория Беларусь, Украина, Армения, и так далее, и так далее, вот, и что касается Мегранди, конечно, это была тема очень острая, уже, ну, несколько лет назад, да, ну, именно Мегранди, да, в 2015 году, когда вообще, это, в этом лету мне казалось, что это была самая, какая-то яркая тема везде на западной вообще Европе, и особенно в немецкой, говоря, сейчас Европе, значит, в Германии, в Австрии, в Швейцарии, вот, поэтому, конечно, у нас больше такой, как сказать, опыт, да, работать на этой теме, и, в принципе, мы относимся к людьмой, как мы относимся к всем людьмой, да, это просто для нас, это какая-то, ну, существует такое, что-то надо, я не знаю, если вы это видите, может быть, у меня надо поставить, подключить фильтр, сейчас, где я могу это сделать, background, так, ну, ок, ладно, вот, у нас просто есть такие правила, да, по-немецки там написано, да, что это именно наше правило по поводу, ну, как мы пишем про, про людей, какие правила они имеют, например, и у нас просто еще есть как-то дополнительное, как внутреннее правило, да, что мы не показываем лицо человек, который ранен, например, да, я тоже была не топ, я была в Беларуси в конце октября, потом я еще была в Польше, обычно Польша это не мой вообще регион, ответственность, да, как-то это другой корреспондент, ну, поскольку это все связано с правительством Беларуси, да, я тоже была в Польше, и там, например, мы встретились вообще с людьми в лесу, вот, и была женщина в очень, ну, плохом состоянии, и мы, например, вот такие кадры мы не показываем без, ну, как сказать, если человек не в состоянии, чтобы человек могло бы быть ответить, вы согласны на того, что мы показываем, вашу историю, просто, что мы вас показываем на телеке, да, тогда мы обычно не показываем такие люди, потому что они же не могут сказать, что, пожалуйста, не снимайте меня, я это не хочу, я не согласна с тем, да, потому что человек не в состоянии говорить, вот, поэтому, а я вначале сразу сказал оператору, что, ну, нельзя снимать женщину, которая там лежала, вообще было сразу понятно, что она не могла ответить мне на вопрос, вот, а потом, ну, немножко мы снимали, потому что, это было, пришли пограничники, пришли военные, ну, поиски, да, вот, и восколка стала ясно, что будет сейчас, ну, наверное, будет пушпэк, а тогда в такой момент мы снимаем, потому что мы считаем, что это, конечно, мы, как смы, носим в такие ситуации, это наша работа показывает реально, как есть, и в такой ситуации, как-то понятно, что мы находимся на месте, где не будет другой возможности для общества получить информацию, тогда, конечно, это именно то, ну, это тоже написано в этом, в нашем внутреннем правиле, да, вот, и в такой момент, конечно, когда мы показываем потом кадры, мы поставим вот так, вот, чтобы не, человек неузнаваемый, да, например, да, что это очень важно, что как будто, ну, потому что, непонятно, да, во-первых, если человек согласен, а во-вторых, тоже непонятно, если человек потом не умрет, мы, в принципе, тоже относим, как-то носим ответственность, наши зрители, что если они там включают телевизор, и это же будет, или там в интернете, конечно, да, если там, например, несовершение лет, и вообще, ну, дети там могут увидеть этого, что-то очень важно, что не такой будет трафматический эффект, тоже на наш зритель, но зрители тоже очень важно об этом думать, в принципе, просто очень важно думать о человеке, да, и о правилах человека, в принципе, а это значит тоже, очень важно, еще для нас, конечно, безопасности люди, например, когда я была в Минске, конечно, я всегда спрашивала, люди, с которыми я встретил на месте, если они чувствуют себя в безопасности, когда будет для них нормально, если мы публикуем наши тексты нужны, что мы подождем, что момент, когда они уже могли переехать в какой-то другой стране, где они чувствовали себя, как более бы нормальным как-то, в сферсах, потому что это очень важно, что, не дай бог, вообще связано с нашими вообще репортажей, будет какие-то последствия для человека, да, это мы, конечно, вносим в этом плане большая ответственность, что, если там человек, например, показывает нам, например, его визу, или показывает приглашение, да, от кого это приглашение было, нам же было, мы были вынуждены понять, как работает в принципе эта система, да, как люди могли вообще приехать в Беларусь, чтобы понятно, кто именно носит ответственность за ситуацию, да, как она в конце концов оказала, вот. Могу вам еще сказать, что аудитория Швейцарии, для них больше было интересно узнать, на самом деле, почему люди, ну, именно пытались даже вообще через Беларусь, я хочу, почему, потому что могу вам сказать, что Турция, Ирак, или Сирия, это вообще для людей, а в Европе, Швейцария, мне кажется, они больше знают про этих стран, чем они знают про Беларусь, ну, конечно, в прошлом году это немножко изменилось, после того, что случилось, но обычно есть очень, ну, есть просто очень много связи, есть много людей, которые именно из этих стран, да, и мне кажется, связаны с этим были больше вопросы, почему через Беларусь они не в курсе, что там случилось в прошлом году, потому что для большинства людей на Западе, они, ну, для них какой-то они еще не знают или большинство знают, наверное, это именно то, что случилось в Беларуси в прошлом летом, и для людей, конечно, самый, как-то, самый первый вопрос, почему через Беларусь? Что еще? Я думаю, что очень важно, что сказала коллега Анастасия Койко, по-моему, она сказала, что по поводу получения, как получить информацию, да, как проверить информацию и еще там съемки в этом центре, да, недалеко от границы, вот. Я считаю, мы туда не... не поехали, у меня была аккредитация был 31 октября, чтобы я могла вообще работать там легально в Беларуси, в принципе, но уже не в пограничную зону, да, значит, мы там туда отправили вопрос для получения съемки, ну, или, в принципе, привет, потому что, ну, да, для меня же требуется как-то у меня странка, да, определенное такое ваше приглашение, вот, а мы не получили ответ, даже не, ну, мы отправили после того, что Александр Григорович, по-моему, сказал в интервью с CNN, да, что он приглашает все журналисты наблюдать на ситуации на границе, вот, а мы не получили, ну, мы даже не получили ответ, я думаю, что это, ну, мы просто как-то пытаемся, конечно, получить разрешение, но мне кажется, кажется, действительно, в этом случае очень важно быть, в общем, максимально несовыщимой, но как журналист, ну, как с ней, как журналист, да, что касается получения информации, и, конечно, это было совсем непросто, но мне тоже очень как-то волнует то, что я именно вижу, как люди или другие коллеги, да, которые туда поехали, что это было бы не... Я сама не видела очень много материалов, где там именно задавали такой вопрос, а как была бы возможность естественно, какой связь с органами власть на месте, например, да, мне кажется, это очень важно именно сказать, что, ну, сюда мы только могли и пресс, потому что у нас был вот этот документ от органов власть, только с разрешением мы могли туда попасть, да, и мне кажется, это очень важно показывать именно так транспарентно, как мы работаем, вот. Я, наверное, не ответила на вопрос, да? Вы, на самом деле, описали очень много дополнительных вещей, которые, как мне кажется, действительно могут помочь ситуации с описанием ситуации, опять ситуации, в которых оказываются люди и почему важно показывать разные стороны и мне кажется, здорово, что вы упомянули такую часть, по крайней мере, касательно вот именно конкретно этого конфликта, именно этой ситуации, что происходит, что какую роль в этом играет белорусское государство, да? То есть многие пишут нелегальные мигранты, нелегальные мигранты, вот они приехали и хотят в Европу, но какую роль играет Беларусь в этом, да? Почему они именно здесь? Что с этой стороны происходит? И здорово, что вы это упомянули, спасибо большое, Люцея. Вот, и здорово, что вы показали, что у вас есть внутренний документ, мне кажется, вот такая политика в редакциях, если существует, да, что мы пишем в этом случае, что мы говорим в этом случае, она, ну, помогает снимать, снимать долгие рассуждения и обсуждения, да, если есть конкретные рекомендации, да, если тем более они там обсуждены и прописаны при участии, например, правозащитников, да, если это касается каких-то ситуаций с людьми. Я надеюсь, что ваш коллега, всех коллега здесь, Андреас Бреннер из Deutsche Welle, который к нам присоединяется с Германией, расскажет чуть подробнее про позицию крупного игрока, большого СМИ, Deutsche Welle, как это происходит в вашей редакции, как вы пишете про такие вот случаи спорные для многих людей, как называть людей в движении, нелегальные эмигранты или еще как-то. Расскажите, пожалуйста, что происходит у вас. С удовольствием. Никогда не думал, что мы начнем рассказывать о потоке мигрантов, которые движутся из Ближнего Востока в Беларусь, через Беларусь в Европу. До этого мы говорили, скажем, за полгода до этого рассказывали о тех белорусах, которые вынуждены подглядать страну, свою родину и отправляться в Европу, но ситуация изменилась. Яна, вы спрашивали, есть ли там установки, как писать про то или иное проблемы, про то или иной кризис. Нет, как писать, это нет. Это очень похоже будет на темник, который, например, спускается администрация какой-нибудь президентской. Как нам нужно писать? Есть, соответственно, договоренности или там стайл гайд, вот Люцей тоже показал. Речь идет, например, о том, какие слова мы используем, в каком контексте, о выборе слов. Об этом идет речь. Как писать это дело каждого СМИ в такой стране, как Германия, Швейцария и так далее. Вот. И, соответственно, знание, выбор слов во многом помогает какие слова выбрать в том или ином контексте. Они у нас есть, это такой стайл гайд. Да, это действительно, я не буду к обозрить бумаги, у нас все в компьютере, все сейчас дигитализировано. Выбор слов во многом помогает определить знание контекста. И тут уже встал вопрос о контексте. Что является контекстом? Является ли контекстом ситуация, которая сложилась в странах Ближнего Востока, откуда сейчас идут потоки мигрантов, соответственно, и в Европу, и через Беларусь? Является ли это контекст? Да, это часть контекста, но он не новый контекст, это контекст, который для жителей европейских стран, он известен на протяжении уже последних десятилетий. Интересно было новое для меня узнать, что для многих, видимо, белорусов не совсем ясна и была понятна ситуация, которая сложилась в этих странах, будь то Ирак, Иран, Афганистан, Сирия и так далее. И, соответственно, отсюда начнем сразу понятие, которое сформировалось и очень быстро вошло в журналист или лексикон миграционный кризис. Можем ли мы называть ту ситуацию, которая сейчас сложилась на границе Беларуси со странами ЕС, миграционным кризисом? Лицей уже сказала про 2015 год. Тогда это было общее действительно понятие согласия всех журналистов. Да, это был огромный миграционный кризис, потому что несколько миллионов человек из Сирии, из Ближнего Востока через Турцию пытались попасть и находились уже на территории Европейского Союза. И речь шла о распределении и адаптации этих людей. Это было понятие миграционный кризис. Что сейчас происходит на Беларуси? Можно ли назвать ситуацию миграционным кризисом? И тут журналисты оказались в рамках перед такой дилеммы. Миграционный кризис понятие быстро вошло в лексикон, оно этаблировалось, медиа стали дальше распространять. Мы все заинтересованы в СЕО, чтобы наши материалы читались, находились. И как бы миграционный кризис такое четкое жесткое понятие, которое легко воспринимается людьми, и люди его соответственно себя, и люди журналисты коллеги его используют. Мы решили сохранить это понятие, но поставить его в контекст. А именно миграционный кризис спровоцированный властями Беларуси, спровоцированный белорусским правителем Лукашенко. Потому что один контекст, который я указал, это ситуация не новая, которая десятилетия уже происходит на странах Ближнего Востока, и ситуация, которая была спровоцирована сознательно белорусскими властями, который, судя по всему, как мы знаем, за счет кампаний в соцсетях, где появились фейковые сообщения, вы через Беларусь можете попасть в Европейский Союз, спровоцировали этот миграционный кризис. И упоминание в контексте, мы для себя решили, это позволительный, мы можем себе этого позволить, если мы указываем на настоящие причины этой проблемы, которая возникла. Дальше, что касается выбора слов, легальный, нелегальный мигрант, это уже понятие юридический, тут в принципе есть и судебное решение, и лишение соответствующих органов, которые представляют или не представляют политическое или другое убежище. Но есть довольно понятные определения этих слов, что такое беженность. Беженность человек, который непосредственно в международном праве, который вынужден бежать, потому что его жизнь на родине находится в опасности, он преследуется, и в этом случае человек не является нелегальным мигрантом, если он пересекает границу другого государства, это его право спастись, это есть конвенция о беженцах, его право спастись от преследований и получить, подать прошение на предоставление политического убежища. Мигранты любят другого вида убежища. Мигранты это, как правило, и как мы знаем в ситуации с Беларуссией, это люди, которые непосредственно угрозы их жизни нет в настоящий момент. Люди, как правило, идут, отправляются, подъедают свою страну в поисках лучшей жизни. Но стоит ли, имеем ли право называть их нелегальными мигрантами, мы журналисты не имеем права. Поэтому наш вординг для этого, наш выбор слову для это мигранты. Мигранты и беженцы, потому что среди них и тех людей, которые оказались в Беларуси, конечно, могут быть и настоящие беженцы, которые действительно спасаются от непосредственной преследования и вынуждены спасать свою жизнь. Но важно действительно говорить, чем это спровоцировано и немножко заставлять людей задумываться. Вы говорили, что в Беларуси такое враждебное отношение к этим мигрантам. Может быть, действительно говоря о причинах, а как эти люди попали вдруг в Беларусь, может там заставлять людей задуматься. Также может заставить людей задуматься, а почему эти люди, если Беларусь такая замечательная, хорошая страна и помогает людям из других стран, почему эти люди не хотят остаться в Беларуси? Дальше соответственно можно рассказать таким же образом о том, сколько в итоге за последние годы просители политического убежища или убежища в Беларуси получили или не получили такое убежище. Это были единицы, по-моему, на протяжении последних нескольких десяти лет. Это просто несколько десятков человек. Рассказывая об этом, это тоже, мне кажется, и заставляя людей задуматься, мне кажется, это тоже важная наша задача и мы стараемся это делать. Да, вы правильно сказали, что доступ к информации ограничен. Из-за того, что мы большая медиакомпания, у нас действительно были большие возможности, у нас был аккредитованный немецкий коллега в Беларуси, который мог там находиться, у нас были люди в Литве, мы смогли получить довольно четкую ситуацию от того, что происходило непосредственно вблизи границы, мы тоже получили возможность и даже в Польше тоже смогли наши корреспонденты, корреспонденты, которые в Польше находились, находиться в той зоне, куда не пускали польские власти. И для нас, конечно, было очень важно показать, что в этой истории по большому счету нет героев в таком плане, в положительном плане. Герои-беженцы, которые повелись на фейковое обещание, что через Беларусь вы можете попасть в ЕС и в общем-то поставили под угрозу жизнь свою, своих детей. Обращаться к этой судьбе, рассказывать о них это очень важно. Но вот такая тоже довольно, нужно видеть другую сторону медали. Белорусские власти, которые спровоцировали этот кризис, да, тут все с этим понятно. Польша, которая не пускает журналистов, не пускает гуманитарные организации в район, где мигранты пытаются пересечь границы, попасть на территорию Польши, тоже эта позиция властей этой страны, она та, которую нужно критиковать и которой нужно подходить соответственно справедливо. Но может быть, большое там уважение к тем представителям правозащитных, правозащитных, даже гуманитарных организаций, которые пытались оказать помощь людям непосредственно на местах, там, где они заблудились в лесах, находились без еды, без воды. Это было тоже важно, и Женя сказал, по-моему, о том, что люди нерасходный материал, да, это действительно так, и поэтому важно, может быть, показать, это тоже контекст, именно той ситуации, которая происходит в их странах, на их родине, но показать эти судьбы людей, непосредственно с чем им приходится сталкиваться, и может быть, это тоже будет способствовать снятию того враждебного отношения к ним, которое есть, да, нерасходный материал, именно показывать, что за этими цифрами, тысячами, это судьба каждого отдельного человека, если есть возможность о ней рассказать, то это здорово, да, конечно, мы сталкиваемся с такой проблемой, когда микрофон через решетку или еще что-то, через забор подается, это ужасная ситуация, и люди действительно находятся в беспомощном состоянии, это все равно, что может быть, когда у заключенных, у арестантов тоже пытаются брать интервью, есть известные довольно примеры тому, это тоже дилемма, которая встает перед журналистами, тут нужно, в общем-то, какой-то находить здравый смысл, каждый раз по большому счету ты переоцениваешь ситуацию и перемиряешь ее. Алексей сказал в самом начале, что один из принципов, как бы ты хотел написать это, чтобы написали про себя или про твоих близких, но этот принцип не всегда работает, потому что не так много людей в состоянии написать может быть про себя объективно со всеми плюсами и минусами, поэтому это действует на другие критерии работы. Важно, конечно, консультации правозащитников тоже важны, да, мы к этому относимся, но это тоже один из аспектов, нужно, мне кажется, брать именно в комплексе мнение людей, юристов, важное международное право, которое позволяет нам выбирать правильные слова и оценивать ситуацию, когда мы о ней сообщаем. Андрей, спасибо большое, очень-очень вот так подробно и классно и интересно рассказали, я хочу сначала, Алиса, вы хотите что-то добавить? Ну, давайте только коротко, потом уже закончим. Я пытаюсь очень коротко, я об этом совсем забыла, очень просто на немецком языке есть еще другие слова, которые не переводятся на русском языке, просто, чтобы, чтобы у нас еще есть другой возможность назвать, например, человек шутсухнда, и на русском языке, по-моему, вы гораздо лучше меня знаете, нет такого слова, которое только беженцев, ну да, если беженцы, иммигранты, все, и больше слова, по-моему, я, ну да, и просто рекомендуется в Германии, есть такая организация, которая именно называется медиандинский интеграцион, это именно организация, которая там пишет рекомендации для журналистов, и там написано, что лучше, или они рекомендуют, что лучше использовать, например, слово шутсухнда, азюльзухнда, это люди, которые пока не получили именно официальный статус беженцев, потому что только когда человек получил, он бежен, или, возможно, так сказать, все. спасибо за это. В качестве перевода шутсухнда, это люди, ищущие защиту, но это очень сложное такое понятие, когда ты в русском, в русский язык представляешь, это, соответственно, а уже завал заголовок, это же точно не войдет никак, и поэтому приходится. Я думаю, сейчас Наста как раз про это и расскажет, в чем, наверное, проблема в белорусских медиа. Так, Алексей, вы тоже хотите что-то добавить? Я хотел просто уточнить вот этот момент насчет того, писать как про себя. Я скорее хотел сказать тогда под другое, что, условно говоря, ну вот, когда мы пишем, всегда, когда мы пишем про кого-то конкретного, хорошо смоделировать, написали мы то же самое про человека из другой группы. То есть, условно говоря, я встретил эту девушку такую красивую, прекрасную, там вот вы в журналистском материале начинаете, да, подумать там. И это часто проскакивает белорусских медиа до сих пор. Написали бы вы мужчина то же самое про человека, если это мужчина. И вот тот же самый принцип работает и на ситуации с мигрантами, потому что белорусы, в принципе, оказывались в очень похожей ситуации и многие вынуждены были нелегально переходить границу. и люди очень склонны разделять это и когда идет речь не про их группу, говорить, что это другое. Но если более внимательно посмотреть на разницу между этими ситуациями, она может оказаться не такой же существенной или ее вообще не будет. Да, в этом плане я всегда всегда нравится проводить такую аналогию, что, допустим, в Беларуси есть сейчас особенно много СМИ и медиа, которые там незарегистрированными и даже признаны экстремистскими, но от этого мы уже, например, не называем журналистов этих СМИ и медиа нелегальными журналистами. Да, как бы журналисты нелегалы. Как бы такого не происходит. Настя, у тебя тоже давай коротенько пару слов. Да, буквально пару слов. Просто я вспомнила, что, кажется, когда Наста меня приглашала выступить здесь, мы что-то затронули тему о том, что некоторые телеграм-каналы и, боюсь ошибиться, но вроде бы некоторые медиа обращали внимание на то, как одеты мигранты, то есть в каких они куртках, каких брендов, забыла слово. И я с коллегами просто обсудила, у нас вообще не было даже мыслей писать об этом, потому что какое это отношение имеет к тому, что происходит на границе. По-моему, вообще абсолютно никакого. Ну и если уж подумать о том, что мы могли об этом написать, как мы можем подтвердить оригинальные это вещи или нет. Ну как бы рынок неоригинальных вещей, он очень широкий сейчас. Я уверена, что даже когда вы покупаете оригинальную, думаете, что покупаете оригинальную вещь, возможно, вы покупаете подделку. Но это если уже начинать обсуждать эту тему. Поэтому мне было не суперпонятно, почему некоторые коллеги и блогеры затрагивали эту тему. Ну да, это тоже один из аргументов, одна из мыслей. Имеет ли эта информация какую-то добавленную стоимость к вашей истории? Что она дает в контексте конкретной ситуации, конкретной проблемы? Я тогда дам слово Насте, которая собственно с правозащитной точки зрения. Я надеюсь, поделится сейчас какими-то рекомендациями и расскажет нам о том, как же все-таки лучше писать не в плане темников, а какие слова использовать. Яна, спасибо. Хочу поблагодарить всех за то, что вы согласились принять сегодня участие здесь. На самом деле для нас это очень сложный вызов был последний пункт. Я хотела немножко рассказать историю с нашей стороны, да, и показать небольшие рекомендации, которые мы написали, писали долго достаточно на последний месяц. История про то, что, наверное, можно представить, что правосудивным организациям в Беларуси работает достаточно сложно, у нас очень много задач, и когда появилась вся эта проблема миграционная, мы назовем скорее гуманитарный кризис, потому что видим больше гуманитарного проблема по размахам, действительно, нам тоже кажется, что это не совсем дотягивает до слова миграционный кризис, и мы пробовали, у нас, то есть были общественные приемные, в которые обращались люди, говорили, что наши родные застряли где-то на границе, пропали со связи, то есть у нас было много работы непосредственно в эту сторону, чем мы можем помочь людям, пробовали собрать информацию, немножко их просить, то есть такая непосредственно прозащитная работа, но кроме этой непосредственно прозащитной работы нам добавилось очень много другой работы, которую бы нам не очень, наверное, нравилось и не очень хотелось сделать, но она была. Что это за работа? То есть как только наши медиа белорусские стали писать про эту тему, мы увидели большое количество некорректной лексики, мы сталкивались с многими похожими вещами еще в 2016 году, когда мы работали в Ресте с транзитными беженцами, беженками Северного Кавказа, тогда был разговор про 3000 людей, это были про локальные совсем какие-то вещи, но это тоже во многом затронуло белорусское общество, это активно обсуждали, и мы тогда много столкнулись с таким грантофобией на бытовом уровне, некорректной лексикой на уровне медиа, там создали страницу, почему мы считаем нельзя употреблять слово нелегальные мигранты, пробовали его распространять, и мне было тяжело представить, что в 2021 году нам придется достать опять эту свою страницу, писать какие-то письма, обращения, и правда много времени уходило на то, что мы мониторили, как пишут про это медиа белорусские, и не только белорусские, кстати, была проблема с представителями даже крупных медиа, вот, например, там BBC пишет в оригинале хорошо, а русская версия пишет слово нелегальные мигранты, для нас тоже был большой вызов, и мы не понимали, как на это реагировать, и мы писали именно мейт, например, понятно, что белорусских медиа нам немножко проще, мы там кого-то знаем, можем к кому-то обратиться, но много времени уходило на то, чтобы посмотреть, как пишут, написать какие-то свои рекомендации, обратиться к ним, попросить, и я очень благодарна, что многие медиа готовы были к нам прислушаться в этот момент, и, правда, изменили свою позицию, вот, я помню, даже радио «Свободы» мы разговаривали, и после этого я тоже была под большим впечатлением под принципиальностью, потому что еще тут надо, наверное, отметить, что медиа основная страница может писать достаточно хорошо, корректно, а те, кто ведут SMM, они иногда больше идут за хайпом, и иногда больше себе позволяют каких-то вещей, и для нас большая проблема была то, что мы видели именно в Инстаграме, в Телеграм-каналах, в этой части, даже медиа, я уже не говорю про Телеграм-каналы, которые стали основным источником частой информации для белорусского общества, они вообще никаким принципом чаще всего не руководствуются, пробовали писать обращение к ним, чаще, ну, часто это не приводило к результатам, иногда приводило, было по-разному, но как бы на них как повлияет для меня до сих пор очень большой вопрос, но история про то, что, например, даже Ради Свободы нас очень радовала, мы сказали, что нас порадуют, потому что было очень много негатива в этом всем, и там было, что кто-то пишет в комментариях под постом в Инстаграме, что вы этих нелегалов там как-то так пишете, на что там аккаунт Ради Свободы отвечает про то, что это язык вражды, не надо так называть, но если ее объясняют немножко, и нас это правда радовало, то есть мы скорее это называем некорректной лексикой, чем язык вражды, мы немножко разделяем эти понятия, вот и было много медиа, которые продолжали употреблять такую лексику, и еще для нас было повторение того, что было в 2016 году, когда к нам за комментариями и за каким-то объяснением пришли сначала иностранные медиа, то есть правда, если посмотреть, кому мы сначала давали интервью, какие-то ссылки, это были не белорусские медиа, чаще всего, и только потом к нам начинают приходить белорусские медиа, и разговор с ними у нас начался с того, что там приходится к какому-нибудь изданию, мы говорим, слушайте, мы готовы вам дать комментарий, но при одном условии, мы знаем, что вы писали вот такое-то слово, например, или в таком-то контексте, нам кажется, это некорректно, мы готовы дать интервью на условии, что в материале интервью с нами такого не будет. Они говорили, мы пойдем поговорим с редакциями, говорили с редакцией, все равно они приходили к нам и тогда уже писали материалы, которые хотя бы нам не расстраивали от того, что есть такой уровень. И вот то, что да, сегодня и про курсики, и про какие-то вещи, то есть некоторые медиа проактивно искали информацию, искали самих людей, там проверяли, информацию. А кто-то имеет такое ощущение, что вот там до чего дотянулись, на том, как бы сделать интенсационный повод. Вот увидели какие-то фотки, курток там, давайте напишем про куртки, увидели в ТикТоке у этих людей какие-то фон квартиры какой-то им показался слишком богатый, давайте прокомментируем это. То есть было много моментов для нас вообще непонятных, почему вокруг этой большой беды, проблемы, пишут протокол. Но понятно, что у нас может быть немножко своя профдеформация, и мы не должны там указывать в медиа, как писать, мы можем просто рекомендовать и давать какой-то свой фидбэк на то, как это происходит. И чтобы много времени занимать, я сейчас быстренько покажу. Мы сделали страницу с небольшими нашими рекомендациями. Мы после нашей встречи повесим сюда запись нашей встречи сегодняшней, чтобы люди могли ознакомиться, и потом мы хотели бы пойти по второму кругу пообращаться к медиа в Беларуси с рекомендациями, советами, как про это писать. Мы скорее подошли к вопросу, вот то, что мы видели, то, что нас очень сильно задело, и то, что для нас очень сильно болело, и мы на это обращаем внимание. И еще, что интересно, сегодня Алексей скидывал сюда ссылку и говорил про то, что там смотрели, какие-то источники, как писать. Мы в Беларуси тоже очень много таких вещей пишем. Есть медиарешебник, который показывает, как писать про отдельную группу в уязвимом положении. Там есть отдельный большой раздел про миграционную тематику. Мы это тоже в обращении писали, но хорошо, что нашли хотя бы такой источник, но это про то, что нам часто не хватает контакта. Или про то, что описывали ситуацию в Курдистане. Мы тоже в какой-то момент из-за того, что нас много спрашивали, а почему вообще люди бегут, нам пришлось сесть, почитать доклады про защитных организаций, там наши волонтерки сделали нам резюме, и мы могли этим пользоваться. Но у нас обычно это просто пренебрежительно кто-нибудь спрашивал в комментариях, а не сами медиа. Но это про такие общие усилия иногда, которые мы тоже можем прикладывать, чтобы более полно описывать ситуацию. В общем-то, мы сделали такую небольшую страницу, где мы просто объясняем контекст, почему мы решили это написать, почему нам это важно, про кодексы этические, журналистские. Мы тоже вспоминаем, нам надо ссылаться на что-то, и нам кажется, что то, что мы предлагаем, оно не противоречит. И у нас есть буквально четыре пункта, на которые мы хотели обратить внимание. Я сейчас буквально пару слов про них скажу, и более подробно мы повесим к видео, все эти ссылки можно будет посмотреть. Во-первых, про лексику, то есть вот это слово про нелегалы, нелегальные мигранты, то, что нас так болеет, и чем мы много лет сражаемся. В общем, в какой-то момент была в Беларуси очень парадоксальная вещь, когда у нас был большой проект наших государственных органов северокомиссии про миграционные лагеря. Явно в рамках этого проекта их учили, как правильно освещать эту тему, и наши госорганы перестали употреблять это слово, а некоторые крупные медиа, они брали пресс-релизы милиции там, что кого-то где-то на рынках, например, нашли людей, у которых там просрочены какие-нибудь регистрации или что-то такое. То есть в пресс-релизе нету слова нелегалы, там все очень корректно, четко описано. Они брали этот пресс-релиз, добавляли в заголовок слово нелегалы, в подводку слово нелегалы, и потом приводили. То есть мы тоже очень переживали от этого и обращали внимание. И, к сожалению, сейчас, когда эта волна опять началась, то есть это слово опять достали, стали использовать, и мы опять хотели напомнить, что почему нам кажется, что неправильно, приводим какие-то альтернативы. И тут есть проблема, что часто нам в редакции говорили, слушайте, но писать как-то по-другому длинно, людям и так понятно, про что. То есть у них было много аргументов, почему нормально так. Но иногда мы видели совсем крайние примеры. Вот мы тут приводим, наверное, самое ужасное, что мы видели с телеграм-канала в результате самого крупного инвестиционного телеграм-канала в Беларуси. Вот этот черный рисуночек. То есть мне даже язык не поворачивается это зачитывать. То есть, к сожалению, иногда лексика и в таком ключе может доводить до ужасных сравнений. Нам кажется, что это все сильно взаимосвязано, в том числе уровень меграндафобии в Беларуси, которые сейчас ужасны. Нам кажется, что немножко ответственность и медийной сферы в этом есть. И поэтому нам было важно в том числе поговорить с вами сегодня те, кто пишет корректно и хорошо по этой теме, показать какие-то более позитивные примеры. Ну, еще у нас такое разделилось, как бы давайте начнем, чтобы никого не злить. Злились, наверное, больше мы или те, кто сочувствует людям и понимают. И тут мы как раз показывали больше про фокус тем, кто стоит, кто вообще влияет на этих людей, потому что очень много комментариев к нам приходило с серии, там, видели только плохие рисунки, видели, как люди что-то кидают в пограничников польских, да, или там ломают заборы. И вот только этот рисунок. И мы всегда предлагали более широко посмотреть на тему, откуда у них появились палки, откуда у них там смывовые гранаты, почему эти люди рубят деревья. То есть задавать такие вопросы, писать более широко, потому что очень многие медиа показывали там, что после лагеря осталось, что там не убрано, например, или там, что вот срубят деревья. Да, деревьев жалко, но людей тоже жалко. Надо понимать, почему они вынуждены были это делать, задавать вопросы более широко. Ну и вот этот пункт про все миграторы одинаковые в том смысле, что почему-то есть какой-то как будто бы стереотипный образ, что вот беженцы, это люди там, не знаю, плохо одеты, полуголодные плачущие, а тут увидели людей с телефоном, еще с чем-то и сразу говорят, нет, они не беженцы. Даже один там, на одной из дискуссий, в которой мы участвовали, один аналитик, он сказал, как-то не похожи они на беженцы. Да, что, конечно, нас очень сильно дергает, потому что нарушать права человека могут по любым параметрам, это не связано с материальным достатком и оценивать такие вещи людей, которые оказались в такой сложной ситуации, нам кажется очень некорректно и хотелось бы, чтобы это не было. И поэтому на это обращаем внимание. Есть международные очень хорошие стандарты, связанные с инфляционным языком, когда пишется, мы посылаемся на кембинские принципы, которыми мы много пользуемся, они приводят как раз примеры, как надо писать про людей в уязвимых ситуациях. Ну и приводим, каких аспектов лучше не писать, тут же то же самое, это про как они выглядят, там какие-нибудь телефоны, почему они там находятся или не находятся, вот какие-то небольшие. Ну и мы еще позволили себе немножко такую фривольность, это совсем уже, наверное, в правозащитной контексте, но мы взяли несколько цитат, вот эти слева, это цитаты с медиа, с наших, которые нас сильно задели, и мы попробовали предложить переформулировки, да, к сожалению, они иногда выглядят больше по объему, но иногда и меньше. То есть, что можно описывать это все более корректно, это занимает больше строчек, но при этом мы никого не дискриминируем и не разжигаем микрофобию. И еще вот мы специально сделали раздел про то, где можно больше прочитать статьи, тут вот есть и про статистику, и вот про медиа, решаем про саму миграцию, потому что мы видим, что и медиа, сами люди не всегда понимают про виды миграции, про вынужденную, про добровольную, про какие-то такие особенности, там, про статус беженца, там, мне в Твиттере писали, например, какие же они беженцы, в Ираке вообще-то демократическим путем выбирается парламент. То есть, у меня был такой аргумент, на что, конечно, мне было очень больно, я понимала, что люди явно не понимают, там, да, что происходит в этом регионе, какие проблемы, и поэтому здесь мы подготовили, в том числе, ссылки на доклады, ссылку вот на тот материал медиазоны, и про пример описания от крупных медиа, вот как от CNN. То есть, это то, чем мы хотели поделиться, я очень надеюсь, что медиа немножко найдут время, может быть, это изучить, и хотя сейчас ситуация уже поменялась сильно, то есть сейчас мы говорим, что в Беларуси не так много людей, где-то 800 человек в логистическом центре возле границы, там, наверное, несколько десятков в других городах, кого еще не смогли найти и эвакуировать, но, тем не менее, как бы проблема остается, очень хочется, чтобы медиа дальше писали более корректно, и надеюсь, что сегодняшняя наша встреча поможет это сделать, и к отдельным рекомендациям вашим и нашим все-таки смогут прислушаться. Поэтому спасибо вам большое. У меня все. Настя, спасибо тебе большое за презентацию этой странички, которую вы сделали вместе с другими экспертами. Да, и спасибо всем, кто смог сегодня поучаствовать в нашем разговоре. Мы чуть-чуть больше заняли времени, чем планировали, но мне, по крайней мере, было интересно слушать буквально каждого из вас, каждого и каждой из вас. Мне кажется, каждому было что сказать. Всеми ссылками мы поделимся, когда будем выкладывать это видео. Да, и ссылками, которые вы скидываете здесь в чате, тоже обязательно поделимся. Еще раз вам спасибо за то, что вы делаете, спасибо за вашу позицию, за слова, которые вы используете, за контекст, который вы даете, и надеюсь, что в дальнейшем все продолжится. Ваши редакции и больше редакций будут переходить на корректную, более дружелюбную лексику и прежде всего видеть в мигрантах людей. Вот. На этом я буду со всеми вами прощаться. Желаю всем удачи, удачной работы и, конечно, хорошего дня. Всем спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова